Всем привет и прекрасного настроения! С вами Татьяна Дучак, специальный для канала Dance With Me. И сегодня у нас очень интересная тема, а именно работа корпуса на шагах и сменах. Ну что ж, мы уже с вами говорили много раз, что самый основной инструмент танцора это паркет. И все у нас растет оттуда и поднимается наверх. То есть на самом деле действие корпуса является прямым следствием того, что у нас происходит внизу. Итак, начнем с такого базового движения. Станем на одну ногу, вторая нога сзади. Соответственно, смотрите, что происходит. Если я скручиваю нижнюю часть относительно верхней и отвожу бедро назад, при этом оставаясь вертикально над ногой, мне получается нужно что-то вывести вперед. Это принцип простой детской качельки. Видели такие качельки, которые вот так туда-сюда качаются? Что-то одно пошло наверх, значит другая часть пойдет вниз. И такой же простой биомеханический принцип работает внутри нашего тела. Бедрами мы работаем, как я уже говорила, относительно центральной части. Мы работаем не вперед, а мы работаем именно назад, относительно вот этого отметки ноль, грубо говоря. Поэтому если бедро ушло назад, значит в верхней части именно в корпусе что-то должно пойти вперед. Здесь очень важно понимать, что вперед идет ни в коем случае ни плечо, ни вот эту косточку мы не выводим вперед. Вперед мы выводим то, что находится ниже. Самый простой вариант это почувствовать, это взять, давайте с этой стороны, это взять себя за лопатку рукой и прямо рукой потянуть эту часть вперед. Если вы не можете скоординировать это отдельно от плеча, то ваша задача взяли и вывели. Все, вот это ваша работа стороны. Когда идет вопрос о том, а что такое работа сторон и где эта сторона находится, найти ее, как видите, очень легко. Ну а дальше мы начинаем соединять это дело с ногами. То есть вот наша базовая позиция стартовая, бедро сзади, соответственно противоположная сторона уже вышла вперед. Дальше, естественно, что у нас происходит в корпусе? У нас происходит сбор центра. Это то место, откуда растет человек. И здесь нам нужно обязательно собраться, прежде чем мы сможем перейти в следующую фазу. Почему? Потому что мы должны проходить через нейтраль. Если сейчас у нас тело максимально скручено и растянуто, мы должны его собрать в ровное положение, пройти через вот эту вот позицию базовую. Потом продолжить скрутку бедра назад, а соответственно противоположная сторона выходит вперед. И снова тогда мы можем сделать шаг. Обращаю ваше внимание, что если вам хочется почувствовать, да, а что такое вот эта связь низа и верха, для этого тоже есть очень простое упражнение. Мы берем руки и ставим их примерно, ну вот в районе солнечного сплетения. И договоримся с вами, что все, что выше этих рук, это вот как мраморный бюст в парке, да, вот он просто стоит и стоит, да, с ним ничего не происходит. А нижняя часть вот здесь, да, мы можем ее как-то двигать, шевелить. Попробуйте, вот жестко заизолировав вверх, пошевелить бедрами. А теперь уберите этот блок и попробуйте пошевелить бедрами и почувствуйте разницу. В одном случае у вас происходит полная изоляция, в другом случае у вас тело является как бы противовесом самому себе, да. Нижняя часть является противовесом к верхней части. Верхняя часть противовесом к нижней части. Очень важный момент, да, это то, что у нас нету изоляции вот как раз в центре, да, вот в этой точке. Потому что если мы здесь себя заизолируем, у нас будет маленькая амплитуда. И плюс вот это очень важный момент. Вся скручивающаяся нагрузка пойдет на поясничный отдел. Вам это надо? Нет, вам это не надо. И мне это не надо. Поэтому я рекомендую вам делать скрутку через все тело. Вот от плеча до бедра. Вот это вот. Представьте себе здесь резиночку. Можете прям даже взять настоящую резиночку, скрутиться и вы почувствуете, как эта резиночка растягивается. Вот это то, что должно происходить в вашем теле. То есть такие вот постоянно упругие деформации. Мы растянули резиночку, мы собрались, выровняли ее. Опять растянули в другую сторону, собрались, выровняли. Вот вопрос сбора также очень важный. Если вы из одной скрученной позиции сразу переходите в другую скрученную позицию, у вас будет постоянное ощущение падения. Тело будет падать вперед, а таз будет отваливаться назад. В таком разобранном состоянии далеко вы не уйдете. И это, к сожалению, факт. Поэтому первое действие, которое мы делаем, это сбор. С него начинается у нас в принципе движение. То есть вот мы изначально встали в растянутом состоянии. Вот наша базовая позиция, с которой мы стартуем. Первое, что мы делаем, это сбор. И лишь потом мы создаем скрутку. При этом мы изолируем только вот эти точки, самые верхние. А все, что ниже, да, лопатка, грудная клетка, все участвует в процессе ротации, используется для скруток и является важной частью вот этого механизма работы корпуса. Вот. Ну, естественно, дальше можно еще сказать про то, что же у нас происходит в спине. Это же тоже корпус. Да, сейчас мы говорили про центр, мы говорили про скрутки, а в спине на самом деле там тоже происходит большая работа. То есть у нас вот здесь с двух сторон от позвоночника находятся как будто такие поршни. Как поршень работает, понимаете, да, вот так вверх-вниз. И при вот этой смене сторон, да, когда происходит скрутка, в спине вот здесь поршень срабатывает на опускании, да, то есть на сжатии. Мышцы сжимаются. Дальше мы собираем, когда центр, мышцы спины наоборот получается растягиваются. Ну, естественно, да. И потом мы меняем сторону, меняем ногу. Теперь другой поршень срабатывает, здесь у нас происходит сжатие. Ну, то есть у нас на самом деле получается некое противодействие есть не только между левой и правой стороной, но и между передней и задней частью корпуса. Да, они тоже как бы друг друга, получается, компенсируют. И если у меня растягивается резиночка спереди, то сзади происходит сокращение. Если я собираю центр, у меня происходит сжатие спереди, то сзади мышцы, наоборот, начинают растягиваться. Вот такие у нас взаимосвязи внутри корпуса. Надеюсь, что вы это сейчас поняли, увидели. Ну и, наверное, это пока не обещание, конечно, потому что лучше не обещать, но сделать, чем обещать и не сделать. Но мне бы хотелось, наверное, заснять еще отдельный ролик про работу спины более подробно, прям показать все, как там происходит вся эта механика, потому что на самом деле, если вы внимательно посмотрите, то это очень эстетичный и красивый аспект танца. Ну, лично мне действительно очень нравится, мне кажется, что красивая работа спины, причем неважно, это унисекс и у девочек, и у мальчиков. И там, и там это смотрится всегда очень красиво. И если вы будете делать это осознанно, то, конечно, вы будете выглядеть лучше всех. Ну что ж, я вам искренне этого желаю. Надеюсь, что вы посмотрели этот ролик и будете применять на практике все эти знания и делать упражнения, которые вам рекомендовала. Ну, а с вас три действия. Ставим лайк, подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех новых роликов на нашем канале. Ну что ж, сегодня Михаила нету на этом видео, но он всегда с нами, и мы вас любим!